Нобелевская премия В 1935 году в списках появляется итальянский лидер, его имя Бенито Муссолини. Мотивация – продвижение крепкого мира через мощную идеологию, а также развитие инфраструктуры, экономики и культуры Италии. В 1935 год был тем самым годом, когда Муссолини вторгся в Эфиопию. В 1939 году комитет получил номинацию личности, которую журнал «Таймс» назвал «Человеком года» 1938. Его имя – Адольф Гитлер. В качестве оправдания отмечали его заслуги в отказе от военных планов после Мюнхенского пакта, а также удивительное экономическое возрождение Германии благодаря его реформам. Гитлер был уважаем и любим в США и Великобритании за то, что представлял им многочисленные торговые возможности. 1939 год был тем самым годом, когда Гитлер аннексировал Чехию и готовился завоевать Польшу. В послевоенные годы журнал «Таймс» дважды удостаивал другого человека звание «Человек года». Номинация на Нобелевскую премию не заставила себя ждать. Один раз в 1945 году и еще раз в 1948 году. Имя этого благодетеля – Йосиф Виссарионович Сталин. Его заслуга – ООН способствовал окончанию войны. Интересно, что именно между 1945 и 1948 годами Сталин завершал стратегию холодной войны. Может быть, вы думаете, что номинации на премию мира выдвигает комитет в Хельсинки? Вовсе нет. Если комитет в Стокгольме отмечает огромные достижения в науке, то предложения на премию мира поступают от частных лиц со всего мира. И это имеет особое значение. Это раскрывает что-то о нас и о том, как мы оцениваем людей. Мы считаем героями того, кто воплощает наш идеал. Достигнув идеала, нас больше не интересуют другие черты характера. И мы становимся его сторонниками. Муссолини был харизматичным лидером и отличным организатором. Гитлер был вегетарианцем, воздерживался от алкоголя и любил животных. А Сталин завораживал своей непреклонной твердостью. Но эти черты характера представляют собой лишь одну грань их личности. И я задаюсь вопросом, как получилось, что номинаторы не заметили и темную сторону их природы? Ведь преступные речи Гитлера транслировались повсюду, а геноциды Сталина широко освещены в СМИ. Часто мы довольствуемся тем, что видим деревья, игнорируя лес. Мы довольствуемся фрагментами пазла, не пытаясь сложить общую картину. Почему так? Потому что каждый из нас безнадежно влюблен в самого себя. И когда мы находим себя в других, мы восхищаемся ими и отдаем им голос сердца, не взвешивая их по меркам добра. Господи, должны мы молиться. Дай мне разумное сердце, чтобы различать добро и зло. Третья царств, 3 глава, 9 текст.